с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 19 декабря день святого николая чудотворца благодетеля и волшебника в ночь на 19 декабря в день его памяти святой разносит подарки детям поздравляет зимой благословляет на добрые дела родился он приблизительно в двести шестидесятом году нашей эры в городе потаре древнеликий стране которую сейчас не найдешь на карте она находилась на территории нынешних турецких провинций благодаря обеспеченным родителям николай получил хорошее образование но больше всего его интересовало духовное развитие заметив интерес мальчика к священнической деятельности его дядя николай потарский служивший священником городском храме сделал его чтецом а вскоре и священником история доносит до нас много информации о нем о смерти благочестивых родителей о том как николай раздал свое имущество и вообще помогал бедным есть и история названная деяния трех девицах которых обедневший знатный отец хотел отдать в блудилище а святитель подкладывал им ночью мешочки золотом чтобы этого не случилось в том числе чудо с моряками которых святитель николай спас от потопления некоторые другие чудеса и наконец сообщение о его смерти святой николай считается покровителем моряков юных девушек и детей в отличие от западного мира где образ святого николая постепенно перевоплощался и наконец превратился санта клауса на руси его образ не изменялся на протяжении многих веков также сегодня отмечается международный день помощи бедным что абсолютно логично исходя из вышесказанного ну и еще день военной контрразведки в россии и день снабженца в нашей стране ну а теперь у родившихся на свет в 1788 году рождается сергей волконский русский генерал декабрист князь а в 1906 году леонид ильич брежнев генеральный секретарь с 14 октября 1964 года первый а с 1966 генеральный с 1977 одновременно председатель президиума верховного совета ссср маршал с 1976 года чего только не писали и не говорили про него при жизни ставили вровень с лениным и даже утверждали что брежнев один из самых читаемых авторов планеты тем более получил ленинскую премию по литературе над всей землей рассвет безбрежный развеял с неба дым и гарь стоит за мир товарищ брежнев наш генеральный секретарь а вот с его уходом просто тут же забыли вроде и не было брежнева но до сих пор по мнению россиян леонид ильич ходит тройку самых популярных лидеров ссср и россии в 1915 году рождается эдит джован гасион или просто эдит пиаф французская певица прозванная народе воробушкам парижа ресторанная исполнительница в париже с конца 30-х годов она переживает четыре автомобильные катастрофы попытку самоубийства сводит с ума толпы мужчин и умирает не дожив до 50 лет многие считают что произошло это просто от нехватки любви и и охранила вся франция оплакивал весь мир в 1933 году рождается галина волчек ну или как называют и театралы волчок российская актриса режиссер главный режиссер московского театра современник она неоднократно приглашалась на постановки в театр германии филляндии ирландии сша венгрии польши других стран много занималась театральной педагогикой за рубежом она поставила более 30 спектаклей среди них русская мировая классика произведения современных отечественных ну и конечно же зарубежных авторов полный кавалер ордена за заслуги перед отечеством в 1944 году рождается анастасия вертинская актриса режиссер известная нам по фильмам безымянная звезда человек-амфибия война и мир о вот дочь александра вертинского играла в московских театрах мхат и современник но теперь о некоторых событиях этого дня 19 декабря 1863 год англичанин фредерик уолтон запатентовал изобретенный им линолеум прочный материал для напольных покрытий он изготавливался из мелко накрошенной из молоты почти в муку пробки смешаны с натуральной резиной и оксидированным льняным маслом каучукоподобная масса загустевающая при охлаждении под давлением наклеивалась на ткань основы которая сплетена из толстой джутовой пряжи и просмолена с изнанки такие изделия из линолеума назывались пробковыми коврами 1917 год петрограде большевиками провозглашается чрезвычайное положение для борьбы с анархией и для ликвидации погромов спиртовых складов 1939 год советское правительство утверждает постановление о серийном производстве и принятии на вооружение красной армии среднего танка т-34 разработанного группой специалистов конструкторского бюро харьковского паровозостроительного завода имени коминтерна под руководством главного конструктора михаила кошкина 1986 год академик сахаров после разговора по телефону с генеральным секретарем цк кпсс михаилом горбачёвым возвращается из горьковской ссылки сенсация море журналистов пресс-конференция 1997 год на сцену почти после трехлетнего перерыва возвращается алла пугачёва течение трех дней в московском спорткомплексе олимпийский проходят поставленные ею рождественские встречи 1997 премьера американского фильма титаник трехчасовая лента положила начало жанру так называемого эпического кино в мире в 97 когда титаник вышел на широкие экраны фильм продолжительностью три часа и изображающий события горькие события 1912 года мог с треском провалиться в прокате однако этого не произошло напротив титаник получает положительные отзывы как кинокритиков так и простых зрителей провалиться потому что тема титаника судя по всему до этого фильма уже была вовсю изъезжена уже через 25 дней после начала проката фильм окупит свой баснословный бюджет в 200 миллионов долларов легендарная картина получает 87 наград из них 11 оскаров в том числе в номинациях лучший фильм и лучший режиссер титаник является рекордсменом по числу номинаций на приз американских киноакадемиков ну а история фильма началась с того что на свой день рождения тот самый режиссер камерон получил в подарок труд своего лучшего друга который рассказывал о гибели лайнера с этого дня режиссер просто заболел идеей снять фильм катастрофу о корабле легенде ну а в народе как вы понимаете фильмы катастрофы очень популярны но еще одно событие подробно 1983 год поздно вечером в самом центре рио-де-жанейро было совершено преступление названное в спортивном мире кражей века из высотного здания штаб-квартиры бразильской конфедерации футбола похитили золотую статуэтку ники крылатой древнегреческой богини победы кубок жюля риме присуждаемый раз четыре года команде победительницы футбольного чемпионата мира 1970 году он был навечно передан бразилии поскольку ее сборная в третий раз завоевала титул сильнейший в мире а для дальнейших награждений просто решили отлить копию к расследованию кражи воспринятой бразильцами как национальные позоры трагедия были привлечены лучшие следователи страны потребовалось более четырех лет чтобы все-таки выйти на след всех членов этой преступной шайки составе которой оказался некий банкир который успел к сожалению превратить изящную 30 сантиметровую статуэтку весом почти два килограмма в несколько слитков золота но надо же было догадаться с вами был николай пивненко в проекте дата